Вот я только что узнал о тем, как начать разговор с Римасом Туминым, художественным руководителем Вахтанговского театра. Я только сейчас понял, что его в разных московских театрах, обращаясь к нему, называют по-разному, но по литовской привычке мы называем друг друга по именам, а современники, естественно, актеры с почтением обращаются к Римасу Антоновичу, а в Вахтанговском театре Римасу Владимировичу. Как так получилось? Маленькая девочка однажды при мне сказала, я хочу поменять отчество, на что мама сказала, нет, это не получится, а как вам удалось? Ну так, я когда представился, когда и актеры интересовались, естественно, какой-то жизнью, я так вкратце рассказал, что это был отец Тумейнас, не Тумейнас, Тумейнас, Э, но ему не понравилось, это Э, и он переделал. А Антонос, такой древняя фамилия, как Иван, не знаю, как что-то такое, ну, но он был, он же коммунистом, а тут популярно было после войны, значит, Владимир, Владимир, Владос, Владимир, и он поменял тоже свое, свое, свое имя. Он, кстати, как в 1939 году ушел в армию Белоруссии, то в 1945 году только закончил в Берлине войну и под наказанием его листовали. И он очень кратко там рассказывал, очень скупо, что мы смотрели с другом, значит, там фейерверки, там что-то, День Победы, а они были в подвале заключены, значит, они не под трибунал отданы были. Потому что отец не согласился на Эльбе встречи, он был красив, хорош, значит, отбирали с американцами на встречу на Эльбе этой, и всех постригали, там, значит, вдавали всю новую форму, новое оружие, и так далее, и постригали наголо, а все знали, что домой сейчас вернуться, ну, как так лысым домой вернешься, ну, там жизнь, там, и это, и он сказал, они отказались двое, на, говорю, не в выполнение приказа, значит, военное время, военный трибунал, и их, ну, конечно, это условно, но засадили все-таки. Но он остался волосами, вернулся, вернулся, и они как-то перевыбрались, там, приехали, и доехали, и потом документы за ним пришли, и так далее. Ну, он был, конечно, сложный человек, и контузии, сложный человек, и вот эта фамилия ему не нравилась, потом имя не нравилась, он был... Потом еще в восемьдесят... в семьдесят восьмом году он положил партийный билет. Съелый? Да. И ему пришло такое сообщение, что вы исключены из партии. Ну, из партии не уходят, только исключают. И это отразилось даже на меня, там, потом, как-то каким-то образом, потому что наш курс, Иосиф Михайлович Туманов, набрал, и мы были на тренинг-курсе, и... И в Париже был, значит, выборы в Париже. Ну, очередные выборы, и коммунистическая партия очень сильно имела позиции. И, конечно, был заказ, ну, сделать такой гастрольный концерт, и Россия выступила таким концертом историческим, от революции до войны, до победы, там, и балет участвовал, и драматические все, и он... Он проводил этим постановщикам. И он нам сделал такой подарок, значит, Париж на три месяца. Там должно быть идти представление, как он у нас в зале. На три месяца в Париж, и он нас, режиссеров, курс, значит, он так массовку ввел, чтобы мы... Видели, так, это было... Это было нечто. Ну, конечно, это... Последние репетиции были в Петербурге, в Ленинграде еще, но вот надо улетать все, готовые все, и... Я смотрю, узнаю свой паспорт. Всем раздали там заграничный, и остался один паспорт, это мой был. Вернули паспорт, там билет, журналист, билет, Ленинград-Москва, и вот сегодня надо уехать мне. И я не выездный, я меня... Это сынного коммуниста-фронтовика. Да, но который, значит, ушел из партии, потому что человек верил, но события были, помните, когда перебежал, даже в Волливуде есть сделан фильм, когда корабли, там, кстати, американские, это, флотские корабли, и перебежал Литовец на американский корабль. И там его избили, и так далее, вернули, и до сих пор там споят правно и не по праву, не по праву. Ну и как раз отец переучивался к этому делу, он машинистом стал, с учителя, он был учителем, но приехали в город, надо было адаптироваться, надо другую, и он ходил эти курсы, он ненавидел, если кто-то зарабатывает больше, чем он, но он хозяин, он привык семью слежать, а мать моя была тихая, скромная, но художник, она швея была. Это чудо, это театр, наверное, с этого начался, потому что мы жили в древнях разных, но вот эти примерки матери шила платье, и примерялись, ну, женщины, они раздевались, они одевались, примерялись, а я все это украдкой, значит, ну, ну, как-то подстраивался, выгоняли меня, естественно, ну, как-то так, я все это видел, каждую женщину, каждое платье, каждый шов, каждый так, как обсуждали, ну, и, естественно, женские фигуры, и своих учителей, учительниц, директор школы была женщина, по-русскому языку женщина, и много очень, ну, мужчин мало было, педагогов, учителей, все большие, а она шила им. Я какие-то привилегии имел в детстве, то есть, они так тоже меня стеснялись, якобы видел я ее голую, знаете, это театр был, передевание, это не знаю от чего, но вот здесь, здесь кроился некий театр, некое передевание. Знаете, что вы в чем-то похожи на Гетя, я вам скажу, это очень интересно, кстати, о Гете своем, таком почти автобиографическом романе «Юные годы Вильгима Мастера» рассказывает, как его герой, это сушь, в нем самом, как в нем проснулся художник. Он был, значит, молодым сыном богатого купца, у которого тоже были свои привилегии, в том числе, значит, его, как сына купца богатого и очень чтимого в городе, когда приехала трупа известная, пустились за кулисы, и он увидел, как переодеваются актрисы, и впервые увидел голое женское тело. Это его так поразило, что он решил разобраться, откуда такая красота. Как вы думаете, куда бы он пошел? Там, когда спрашиваю студентов, вот некоторые говорят, ну, публичный дом, это банальный хуй. Он пошел в морг, резать женский труп, труп молодой женщины, чтобы понять, как работают мускулы руки, когда она обнимает шею, что это приятно. Но, во всяком случае, в нем проснулся интерес к человеческому телу, к человеку, потому что это какое-то особое создание, которым стоит разобраться. Это был первый шаг к тому, чтобы стать поэтом, писателем, там, драматургом. Вот у вас первый шаг к театру был, значит, тоже такой мертонарный. — Наверное, потому что, наверное, это запах. Это запахи каждой женщины, каждое платье, каждое сшитое, не сшитое. Еще примерка, изложено у матери на столе, значит, эти проверки, потом эти, как комиссия там нагрянула, там, отец ушел, уходил все время. Кидал, уходил, исчезал. Но я тогда, конечно, был средним ратом. Старший уехал уже учиться. А я так вот и вынужден был. Не вынужден, но у меня это было любопытно. И работал. И устроился киномехаником. Ну, мета так было. Это ж картины, это картинки, это... А дома женщина переевает. А здесь я демонстрирую фильмы, спился там киношник, это механик. И я так благодарен был ему, что только бы он напился бы, что мне разрешили бы показывать. Естественно, я получал это лицензию, называемую там разрешение инспекции районного, что я так сложен в социальном положении, семья и разрешение, что он бы работал. Я... У меня есть трудовая книжка с 14-х годов, или с 14 лет, моторист-киномеханик. Моторист. Это передвижная кино... Да, да, установка. Киноустановка, да. И я, как... Один фильм русский тоже есть. Я смотрел его, потому что это как повторение биографии. И я там организовал, значит, ну, повозку, все нагружал этот мотор, и все. И ездил по деревням, расставлял экран на хрюлу там на улице. И... Откликнулись эти повозки потом «Улыбнись нам, Господи, вашему замечательному спектаклю». Откликнулись, да? Да. Наверное, это повозки стало... Я как раз помню эту повозку замечательно, четко помню. Думаю, как это удалось так вот повозку сделать такой героиней спектакль. А как-то все собралось вот так, вот так в кучу, все, всю жизнь на повозку так, всю жизнь нашу так на повозку. Или в полуторку, в машину, в кузов. Что разбрасывало жизнь очень с района на район. Ну, вот отец говорил, что он такой, ну, сложный, после контури, после войны он уходил, исчезал и приглашал где-то, и приглашал нас. А мы бедствовали. Ну, спасение было. Мы с одного конца в Литву и с другого. И я, где учился я... И там три года, там два года, там четыре, там... И когда в жизни встречаешь кого-то там... О-о-о! Я не... Стыдно не помню, с какого края, где он, откуда он. И считает меня каждый, что я закончил у них школу. И все приглашают на... Как там, три тут лет прошло, там, встречи, там... А я так стыдно, что никого не знаю. Совершенно не помню. Все перемешалось. Но осталось вот это... Этот путь, путешествие, чемоданы... Этот... Этот... Полуторка, помню еще... И было шесть, наверное, пять... Потом уже машины, уже заветики такие. Но, это помню, вот это... Этот скарб наш... К нас в один кузов все помещалось. Шкаф, буфет какой-то, ливан, зеркало. И почему-то пальма. Она так... И... И все это... Так в кучу привязали веревками. И все это... Это все? И... Другая сторона видится. Ну, шкафа или дивана. Она же такая... Грязная такая. Ну, нехорошая такая. Я... Потом... И потом мы... Жили мы... Почему у нас... Ну, даже... Даже... 90-е годы там... Не знаю. Ну, диваны нам делали как? Без спинки. То есть... Посередине ее не поставишь. Потому что... Жизнь, значит, к стенке. Все к стенке. И все к стенке. А смотришь американские фильмы. Посередине диван. И со всех сторон красив. А у нас... Ну, к стенке. Так вот это... К стенке вот эта... Вторая сторона, это... Ну... Влекало. Не пора... Вот вот здесь. Тогда, когда... С мебель собрали, связали. Непарадная эта сторона. Страшно так. Так бедно. Так стало жалко мать, отца. Что мы такие бедные. Какие-то такие. Вот и все. Ну, потом приезжали. Расставляли мебель. Тут вот мать. Ну, а лицевая сторона красива. И все опять. Возвращалась. Опять гланцы. Опять лак. Ничего, кажется. Жизнь. Но... Вот эта сторона привлекала. И... И привлекает. Помните, вы говорили на встрече со студентами нашими гитисовскими, что даже это... Вот это воспоминание об этом диване, его тыльной такой... Неприятной, некрасивой стороной. Он даже какой-то был толчок вот к вахтанговскому дяде Иване. И у вас там диван тоже стоит такой нехорошей стороной повернутой публики. Ну, вот я не специально это делал. Как-то интуитивно. Как-то не цитируя или не... Но, видно, нужно было. Потому что... В каждом спектакле, или там, скажем, спектакль, или фестиваль, тем более, это маленькая смерть. Это... Я не могу смотреть и своих спектаклей. То есть, смотрю, захожу вокруг, хожу, слушаю. Но это, я понимаю, что это убивает. Это казнь. Это не то, что ты... Ну, не так они играют, или не то, что было, или как ты думал, задумывал, не соответствует что-то. Но это немножко тебя... Тебя что-то отбирает, тебя убивает. Ты умираешь. Понемножку ты умираешь. И так оно есть. Вот странно. Ты живешь и... И забираешь память свою, детство. И как только проходишь, она исчезает. И ты вот так уничтожаешь свою жизнь. По дороге. Ты ее уничтожаешь. Ты ее... Я хочу ее уничтожить. Потому что я тот мальчик, который был, это не я. Я его не знаю. Он меня знает. Я думаю. Он меня знает, и он бежит за мной, или там что-то мне говорит, но я уже его не слушаю. И не останавливаюсь. А он что-то хочет мне сказать. А я его не понимаю. Не знаю и не хочу. Вот в этом беда. А я хочу... Со спектаклями уничтожить эту дорогу, это детство, юность. Чтобы ее сжечь. Чтобы сжечь, прожив до конца? Чтобы сжечь. И только осталось бы сегодняшний день. Вот этот, что мы сидим, вот этот день. Только. А все это надо не стереть, как сказать, сжечь. Сжечь, потому что это все не мы. Уже не мы. То, что было, это не мы. Вот мы только сегодня. Сейчас это мы. А там сжечь. А сжигать надо через... Ну, через память, через спектакль, через память. Память не только мою. Память человека, память культуры, память... Ну, все. Все вкладывать ценности культурной, жизни, памяти, голоса ушедших. Все. И это не только я сжигаю себя. Сжечь. То есть, я не говорю о творчестве. Это ничего не касается. Это... Я никогда не говорил, что я сотворил или творю, или художник. Ей-богу. Нигде вы не найдете у меня там мое произведение или мое творчество, мой творческий путь или... И потому отказываюсь от передачи, как такая. Ну, мой... Там, мой путь или там... Какой-то там есть. А, моя линия, что ли? Линия жизни. Какая моя линия? У меня никакой линии нет. То есть, никого не убил, ну, не сидел в тюрьме, не украл, черт. Ну, не... Ну, неинтересный. Совсем неинтересный. А я... Я интересен сам себе, и интересен мне мир, который я сжигаю со всеми... Со всеми голосами, со всеми людьми, со всеми мне памятью, со всеми полякими и русскими евреями, сжигаю. И... И пусть это пламя, как сказать, обрывает других дальше. Но... Но не верю, не верю в то, что остается на земле. Это тепло остается, пламя, там, свет. Остается, но... Ну, жалко. Жалко мне театра. Как... Как он не остается. Как он... Это не музыка. К сожалению. И, я думаю, не зря Станиславский все пошли потом к Жене в оперу. Это... 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 Как бы сказали бы, это вещь. Ну, вот мы упомянули уже дядю Ваню, один из замок замечательных спектаклей московской, российской театральной жизни. Да, и вашей жизни это, я думаю, приметный спектакль вактанговский. Дядя Ваня не видел другие ваши постановки этой пьесы. И вот в связи с дядей Ваней такой интересный вопрос. Для меня интересный на самом деле, потому что все в сущности, вся критика приняла на ура дядю, дядю Ваню, естественно, все писали по-разному. Я не перечислил, честно говоря, сейчас, но из того, что я помню, сколько вместе с студентами там обсуждали, там писали, что это действительно эксцентрика, гротеск, там на грани шаржа. И в самом деле порой кажется, что это карикатура, как Серебренников, или другие там почти карикатуры, а с другой стороны, вы, наверное, не зря сознательно или подсознательно поставили этот диван спиной к публике, а этот диван у вас в вашей памяти он сопрягается с воспоминаниями о родителях и вашей жалости по отношению к их такой вот кочевой и не шибко богатой, не шибко устоявшейся жизни. И мне кажется, что это чувство жалости, оно есть в дяде Иване. Несмотря на всю эксцентрику, на грань фарса. Вы сказали суть. Суть этого жалости. Да. Жалость. Пока она жива, пока ее, с ней живешь, это тогда, тогда, знаете, однажды сидел у зубного врача, еще не было такой технологии, как сейчас, там были ручки, а сейчас ты без ручек как-то во что вцепиться нету, как же так, вот так и лег, были ручки, вцепился в нее, ее там начали залить, и окно так низко, а был слякоть, такой, осень, и переулочек, идет бабушка, идет, трудно, трудно, что-то несет, не надо, идет, вот я вижу эту, я думаю, кому, кому же хуже, кому же или тяжелее, кому, кому жалость к себе или к ней направить себя в этот момент, вот, в этот самый момент, ты боль почувствуешь, но все равно, значит, я направил эту, вот так понял, что ей больнее, тяжелее, чем мне, я что воображаю, ну и что, ну боль, ну будет, ну про, я вытерплю, я должен вытерпеть, но никогда не вытерплю эту боль ее, вот эта боль, вот как это перенеслось, вот и стало это жалостью, вот жалость, жалко человека, вот это самое щемященное чувство, которое, может, она, как вам, подсказать вам, формулировки нет в этой, а есть только чувство, но это самое главное чувство, жалость к другому. Это когда молодого мапасана, который еще был здоровяк, значит, касаясь сажен в плечах, там, гребец, пловец, он еще не знал, что он болен наследственной болезнью, которая его молодым довольно сведет, на тот свет. Мапасан? Мапасан, да. И когда его спросили, а про что надо писать, он сказал, так не задумываясь сходу, про большие горести маленьких людей. Не, мапасан вообще женщинам читать и считать его. Наизусть женщины должны это мапасана знать, а чаще читают мужчины, а женщины избегают мапасана, но там нет, не потому, что правда о них, но такое горе у мужчин, так он понимает потерянную любовь и вообще любовь, и ох, это наш писатель, это мой писатель. Я понимаю, что он ваш писатель, потому что он умеет передавать живое чувство, совсем не будучи сентиментальным. Ведь «Дядя Ваня» тоже совсем не сентиментальный спектакль. И там какая-то живая человеческая нота, мне кажется, звучит не только там тех персонажей, о которых мы откровенно жалеем, как дядю Ваню, Соню, но даже когда мы видим таких, казалось бы, как назвала там Эдовида фриков, то есть фрик нечто среднее между чудаком и уродом, там, скажем, как серебряков, который ходит к Гоголям, там, значит, профессор профессорович. Вы знаете, вот мне интересно тоже, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что даже к нему у вас есть какая-то симпатия, вы знаете, потому что, насколько я вас знаю, мы с вами очень давно знакомы, я еще видел те постановки, которые даже в Москве еще не видели там, причем замечательные там, я считаю, что один из таких спектаклей, которые я видел вообще, это здесь живут люди, которые его поставили в Вильнюсе, Атолла Фугарта, малоизвестного у нас лауреата Нобелевской премии, замечательного драматурга совершенно. Почему-то в Москве он, он, как-то, как-то, я еловый предложил эту пьесу, не знаю, как она среагирует. Надеюсь, что да, она очень умная тыса. Умна очень. Да, так что я надеюсь, образованный человек, но то, что в Москве прошли мимо, не все режиссеры такие образованные, как вы, потому что это настоящая драматургия. Я почему говорю, что я вас довольно давно знаю, я понимаю, что вы при всем при том, что вот сейчас вспоминаете о каких-то очень настоящих чувствах, у вас какие-то настоящие, очень искренние воспоминания, вы еще человек театра, потому что вы тоже по своей натуре во многом играющий человек. Высокий играющий человек, и вашей дяди Вани, даже Серебряков, он тоже играющий человек. Потому-то меня женщины наказывают в жизни, и у меня уходят, уходят от меня все женщины в жизни. Не понимают, где вы, где правда? Думают, что я вот такой, знаешь, романы, никаких романов у меня, к сожалению, нет. И я не могу похвастаться или продолжить бахтанговскую традицию в этом смысле. Никто не влюбляется в меня, а если увлекается, то уходит. Знаете, сейчас я живу, окно вдруг повесили на этом новом арбате в этом высоком-высоком здании мужчина в плакате огромный мужчина моих, наших возраста. Тут фотоаппарат, там рюкзак, он так чуть-чуть доволен такой. Написано все прелести, все плюсы зрелого возраста. Заходит женщина, это видит плакат на меня и уходит. Это Феллини, это просто Феллини. Я не могу, либо квартиру надо менять, либо к Собянину обратиться, что это пожилого возраста людей, это обижает такие рекламы, мегафон там еще представляет что-то такое. Да. Как говорил мой еще один любимый режиссер Луис Буниель, говорит, я вот помогал Пикассо вешать гермнику на всемирные выставки Парижа, но я ненавижу эту картину, с довольствием бы ее взорвал, если бы я был еще в том возрасте, когда носит в кармане бомбы, что молодой он был анархистом и бомбом в кармане носил, но может давайте вернемся еще. Ну вот дядя Ивана, да. Или даже к началу, может быть, вот может быть к началу, потом еще дойдем до дяди Ивана. Вот впервые у вас проснулось центральное чувство в таких необычных обстоятельствах, не то, что увидели какой-нибудь шедевр на сцене определенных таких. Нет, я когда увидел спектакль, первый возили в школу, это было мне 14 лет, я помню, и чуть-чуть я в хуторах жил, далеко от, но тут жил 40 километров от Клейпеды города, там уж недалеко она жила, и повезли наш детский спектакль, и мне так не понравилось, это ужасно было, как они, я видел это, как это не понравилось, но меня толкнула на это тоже работа в Вельнюсе, в Молдовичном театре, меня пригласила такая Бабенко, режиссер, и с третьего курса я уже играл главную роль с Плешкити, нашей знаменитой актрисой, и я там играл, значит, главную роль Рощина, пьесы по Рощину, «Зимняя сказка», и как-то не удавалось, не удавалось, не удавалось, и пришел Виктюк, Бабенко, она тоже с Украины, значит, ставила, а Виктюк работал в русской драме у нас, начал карьеру у нас же, и она, естественно, как-то справится, и он, пришел он, и вот он, он я подумал, нет, я не буду актером, чтобы вот так гонять и так обижать, нет, никогда в жизни я не подчинюсь ему, и никакой диктатуре, и никакой этой такой, я подумал, нет, режиссура – это ласковая сила, это ласковая, это сила любви, режиссура, а не насилие над, вот здесь меня раздирало, и кто-то уехал в Москву, искать ласки, искать Чехова, искать, где жила, в Чехове жила ласка, но я не знал, как, вот, что вы сказали, жалость, там так, так много жалости, и как ее поставить же, как ее же хватить, как ее, как ее в образы воплотить, как ее пространстве понять, эту жалость, не так себе рассказывать там, нудно, или при чай, самовар, и так далее, это все понятно, но вот саму суть, как же, когда Иосиф Михайлович Иванов на отборе спросил меня, а зачем вы приехали, чего хотите, я хочу поставить Чехова, хотя одну песню, ну, поставить его, вот этот образ, вот этот шкаф и изнутри, и из этого, и из этой женщины переодевающейся, и и внутри шкафа побыть, когда мы все прятались в детстве, в шкафу, и когда это пьянище, это запах платья матери, это женская, как это, запах женщины, вот что-то там, и мне странно, что говорят, что я, якобы, не люблю женщин в Чехове, ну, ставить Чехове, как бы я их игнорирую, нет, мне кажется, только я женщин их ставлю, и буду ставить и всегда, о женщине, о мужчин, так себе, они все, у Чехова все они глупые, дурные, только мы делаем вид, что они, да, умные, хорошие, там, или, вершинин, там, или так, но женщины там прекрасные, прекрасные, это, 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 и театр есть женская природа, театр, если есть, то это, надо женская, ну, назвать его женская природа, это потому много так мужчин в нем работает, в театре, все. Хотя дяде Иване Маковецкому, и вы с Маковецким создали такую роль, что ее будут помнить все, кто это, кто это, кто это видели, и все, кто пишет про спектакль, пишет про вас, и про Маковецкому. как-то я ему сказал, Маковецкому, ну, знаете, где ты, ты был, ты в грядке, тебя забыли, вот, мать, там, что тут делали, тебя там носили в корзиночке, там положили, и тебя забыли на ночь, забыли от усталости, потом тебя нашли ночью, конечно, схватились, а где, а вот, а ты, ты спишь себе, довольно такой, грядки он, он из грядки, он такой, хороший огурец, первый помидор, первый огурец, первый запах этого вот, огурца, когда, помню, отец, тоже посылал меня, иди, там, думаешь, что уже огурец, подрос, уже надо найти, и я по листьям там, и это, ну, никак не нашел, ну, нету, все, и он сорвал, и принес, и поделил нам всем, ну, запах, и этот вкус, вот начиналось это, торжество жизни, помидоры, огурцы, картошка, все повалилось, и так благодать такая, что все запахи помню, и все-то радости помню, этого, этого, вот отсюда, дядя Ваня, от сгрядки он, 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 он помидор, он огурец, он свежий, он, он, это он и мой отец, он и моя мама, если бы я стал, ну, то есть, ну, что это, это мама моя, дядя Ваня, это мама. Ну, и там, конечно, там много замечательных работ, спектакль, скажется, вот там Симонов, прямо противоположный полюс, вот, 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 на Ковецкому, но я тут, знаете, я впервые вот так почувствовал, дядя на вашего, дядю Ваню, что Чех, у вас Чехов стал даже чем-то похож на, Шекспира, я вам скажу тем, значит, в, я очень люблю эту фразу, Льва Николаевича Толстого, он во всем был великий человек, вы знаете, моя любимая фраза из его письма Чехову, когда он пишет, вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже. Да, 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 что-то два неплохих драматурга, но как-то привычно думать, что это противоположные полюса, вот два великих полюса. А так как Симонов играет у вас этого самого профессора, профессорович, как он ходит к Гоголям, как он себя подает, он не напомнил Фольстафа, знаете, который грандиозный враль, тоже, в общем, тоже как бы мыльный пузырь, такой, который сам себя надувает все время, помню, там все на Варния Генриха четвертом, когда он там ночью, когда он дал труса стрякача, потом рассказывает, как он всех побил, там сперва четырех молочек в клетчатых плащах, кто говорит, ну, восемь молочек на меня напали, в общем, все это двенадцать молочек я разбросал по сторонам, и Владимир Симонов тоже у него на ходу вдохновение просто поднимается, и он становится в этом своем какой-то грандиозный, нелепости, притягательным по-своему, не знаю, так было задумано, или так получилось, просто... Нет, я подумал о себе, какой же я буду, вот такой же, вот такой же, такой же, я, знаете, был момент, когда я решал соглашаться, или на Вахтангинске театра идти, или не идти, соглашаться, или нет, еще, Ахульянов, и я такую картину представил, ну, в миг, бар, в моей квартире, в старом городе Вильнюска, бар, я иногда тут захожу, туда там, пиво хорошее, как раз, и я вот уже, там, мне много лет, и я пиво за пиво, как-то, молодые люди, и я им рассказываю, знаете, меня приглашал, там, этот, они так смотрят, как на дурака, чудака, такого, а я там, весь, значит, уже неинтересен никому, забытый, и так далее, а я рассказываю все время, рассказываю, как, мне приглашали, но я отказался, понимаете, ну, вот, бред несет старик, это, вот, вот эта картина, вот эта картина, вот эта картина, прямо, ну, нет, этого не будет, чтобы я кому-то рассказывал бы, чего могло бы быть, а это должно быть, и вот, только после его смерти я согласился, и в том же баре, о котором, я якобы сидел бы, но после третьей кружки только, согласился. Значит, и с этим образом, у вас какая-то кровная связь, пусть, пусть парадоксальная, пусть от обратного, поэтому он тоже не мертворожденный, не просто иллюстрация какого-то дурака, а при этом, нет, это я, я, я люблю, я влюблен, и я понимаю все, я влюблен в молодую, и знаю, и представляю, и гения играть мне очень, ну, как бы, непризнанного, там, ну, как-то по мне, потому что я, ну, никогда не думал, что я, и не думаю, и богу, что я, ну, там, творец, творю, там, нет, я увлекаюсь театром, это увлечение серьезное, как человеком, исследование человека, жизни, это, и еще платят за это, представьте себе, это же, ну, чудо, занимаешься этим делом, таким пустым, как бы, и, ну, я представляю, я очень хорошо, я, 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 это я сам, там, ночь гения, ночь гения, ну, как же можно, в Молдую, это уже, это же точно, убить ее, так убить, убить ее, потом себя, потом это, невозможно, это, они разыгрывают эту сцену, чтобы жить, они любят друг друга, они без них, не это блеф, что они там, она его ненавидит, тягостно ей, там, нет, они любят, и они это, каждую ночь разыгрывают, разные, театральные действия, и так выражают, свою привязанность друг к другу, неважно, там, в каком форме, такой, я даже, может быть, другой, он, он, он же, профессор, он же, он же, то Гоголя, то Шекспира играет, то, каждую ночь другого, то, то самого Чехова играет, не знаю, там еще, там, Диккенса, не, не, то есть, Диккенс позже, но, это все возможно, все возможно, у него же перемешалось, он, он весь мир, а она подыгрывает, она ей нравится, эта игра, это ночные игры, кто не видит, кто не смотрит, но они, эти, довольны, потом, наверное, что происходит, сексуальные, хорошее удовлетворение, наверное, они, они счастливы, вообще-то, привычно, как бы, думать, что они, ну, мало, она так терпит, она, он стар, он так далее, о боже, как это наивно и неинтересно, я понимаю, полно литературы, драматургии, но, но, в той же, так они там сплетены хорошо, что, надо же, надо же, не отторжение, как раз, искать любовь, везде, в каждом, в каждой сцене, каждая, каждая любовь, она уйдет, она, сюжет ее опрокинет, сюжет ее убьет, или там, подступки убьет, эту любовь, но все равно, пробираться любовью надо, надо пробираться, пусть она умрет, пусть она убивает, но в каждой сцене надо человека искать, любящего, любимого, желающего, нужного, везде, но пускай он терпит крах, пускай он терпит поражение, ну, да, да, я понимаю, но начало это всегда, всегда это, любовь к человеку, либо за любовь воевать, за любовь, или за свободу, другого у нас, ну, нету, борьбы нашей, жизни, и вообще, бороться я не хочу, и перестал, уже 10 лет бороться, перестал, перестал бороться, и всем говорю, да, кто приходит, просит, говорю, да, ну, денег нету, ну, я не могу сказать, ну, да, посмотрю, ну, хотя, да, но попытаюсь, а так, ставить, играть, да, 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 потому что они уже приходят с тем, чтобы сказать бы, да, они же этого хотят, они с этим пойдут жить, писать, или не писать, как у Чехова, так что мне, доктор, мне писать? Пишите, пишите, только, только о вечном и красивом, вот, вот, вот это, вот это основное, о вечном и красивом, и вот ставить, не ставить, жить, не жить, да, если жить, то о вечном и красивом, то есть, умереть на войне за свободу, или умереть за женщину, за любовь. Больше у нас нет. Нет. Выбора другого нет. Можно было бы поставить на эту точку, но не хочется ставить точку. Хочется поговорить, если есть еще силы. Потому что... Силы вине. Вот хорошо. Потому что в том же дяди Иване вспоминают другие ваши спектакли, у меня тоже такое чувство, не знаю, верное оно или нет, может вам оно покажется странно. Мне кажется, что действительно во многих ваших спектаклях, если не во всех, которые я видел, там ваши герои, ну там герои разных писателей, но в конце концов они уже ваши герои, они для того, чтобы сказать, чтобы сказать жизни «да», вот принять жизнь, они понимают, что надо играть. И это им дает вот это мужество или счастье жить по-разному, там, значит, в разных спектаклях, даже таких трагических, так, там, улыбнись нам, Господи, там, да, и здесь живут люди, весьма трагический спектакль. Дядя Ваня у вас действительно, почему даже сближаюсь с Шекспиром, потому что, мне кажется, это у вас получилась трагедия чехов, чеховская пьеса. Трагедия при всем, казалось бы, эксцентризме, там, резком, дерзком, почти цирково, порой цирково-дерзком. Ну, трагедия, потому что весь-таки самый неиграющий человек это дядя Ваня, оказывается. Именно потому ему труднее всех. И некоторые даже писали, что в конце он уходит полное отчаяние, он уходит умереть. Вот так ли это? Или все-таки трагедия по ту сторону отчаяния? Да, да. Я думаю, что Астров, который призывает Елену к себе в усадьбу, именишка маленькая, там, образцовая, как он говорит, приглашает в гости. Я думаю, да. Он сделал такое именишка образцовое, да. Вокруг. И думал, что все придут, будут смотреть, будут восхищаться или подражать. И он думал, что это что-то какое-то будет, движение дальше, какую-то... Это надежду он построил им. Но никто не пришел смотреть. Наоборот. Все тарасили, все проходили мимо. И даже, наверное, сожгли. Либо он сжег Астров свое именишка, сжег дотла, подпалил и ушел в лес и превратился в какого-то, который потом, говорит, легенды шли. Где пропал Астров? Астров пропал. Был он, пропал. А кто-то видел в лесу его. Вот он. Это волк, не волк, медведь. Астров, он остался. Ваня не смог этого сделать. Не смог. Я даже... Знаете, одну фразу можно... Из одной фразы даже кто-то кому-то придет, мысленно, наверное. Но ясна она, что можно поставить спектакль ради одной фразы. Взять и ставить дядю Ваню. Ради одной фразы. Человек, который не воровал. Не крал. Вот. Вот он. Не крал, не воровал. Не отдавал только. Ну, а тут суть в том, трагедия в том, что, знаете, как в монологе Сони, что мы умрем покорно и так далее. Но мы не будем, мы не будем такими открытыми больше для других. Мы не будем сожалеть, отказаться от шалости к другим. Мы будем жить для себя и с собой. То есть, отказаться от сочувствия, от шалости она призывает. От добродетели. То есть, это страшное, страшное завещание у Сони. Вот с сегодняшнего дня, я бы сказал так, не верь, не доверяй, сокройся, спрячься. Я, больше никому подавания не будем делать, никому уступок не будем. Я каждый день в театр тоже прихожу утром. Не буду я, никому не улыбнюсь, никому не отпущу на съемки, никого не отпущу. Я буду строг. Я сегодня буду... И они приходят. Лица такие, такие добрые, бедные съемки. И я, опять же, становлюсь слабым, бесхарактерным. И если бы, говорю, был бы женщиной, то всегда был бы беременным. Потому что не могу отказать никому. Это плохо. Но вот эта доверчивость, откровенность, вот простая, как вы говорите, вот жалость, сочувствие, простые, простые вещи, они же очень театральные. Они, она сама суть театра. Что за сцена, что за коробка, что за загадка в этих, в этой кабинете, так называемом, черном. И я пытался, конечно, думал о других пространствах. Выходят в другие пространства, там где-то играют, в руинах, на этих, на этих коридорах, там, или других. Нет, это все, да. Вот как разгадать этот мир, кабинет, этот черный кабинет, как его разгадать? Это никогда не разгадаешь. Но счастье в том, что ты в нем есть, ты существуешь. То есть, как у Чехова. Счастья нет, он повторяет, счастья нет. И точно, это я понял. И оттого я начал легче дышать, когда понял, что счастья нет. Когда пришел ко мне Яковлев, остановивший репетиции, Изнили, он пришел, палочки, красиво, палочки. Это надо было мне записать, не знаю как, но мысль одна. Меня покинуло здоровье и покинуло творчество. Я счастлив. Сегодня я счастлив. Я перестал бороться за творчество. Что я еще могу, я еще нужен, еще, еще. Нет. Я уже не могу. Я не нужен. Я нужен только себе, только памяти, только жизнью. И он счастлив. Он пришел ко мне счастливым человеком. Потому что он решил, что он не скрываться, не будет скрываться дальше и больше. И признает это с гордостью, радостью. Это было чудо. Но я его попросил все-таки. И он с радостью тоже согласился участвовать. Ну, в эпизоде, но будет он. Вот это профессор тоже, как профессор Яковлев. Вот он так может понять жизнь. Вот Сименов там профессор. Вот так может понять. Но это ночь гения, ночь таланта. Я бы не сказал, что он так бездарен. Нет. Я всех хочу одарить, каждого актера, кто не играл, богатой, талантливой жизнью. Что течет сюжет, это другое дело. А моя обязанность – одаривать их богатой, талантливой жизнью. А сюжет сам отечет. Сам он поставит на место. Вот здесь история очень важна. То есть Чеховская история, Булгаковская история, Тургеневская. Вот оно расставляет меня на место. Вот я этому доверяю. А что я преувеличиваю, как Серебрякова, как выбрасываю на площадку его, его ночную жизнь, в рубашке, вот он какой он. И что они разыгрывают? Что это за гений? Он гений. Я хочу, чтобы он был бы гений. Он гений. Он талантливый человек. Он талантливый. Везде. И в общем, даже Христаков. Даже Городничий. Он талантливый человек. Городничий. Он поэт. Он писал. Он пишет. Он писал, только в стол все, в стол. Он же не читатель. Он же, как и все в то время писали романсы, как и сам Шекспир. Он же не считал, что пьесы его останутся. Нет. Так пьесы, так для заработка. А что он в сонетах останется? Он. Вот это он думал. Да. Вот в сонетах и оставил. Так и все русские интеллигенции, как бы, такая или какая она. Она выражалась в этом, в этом. И Городничий писал. Ну, мечтал о сыне. Сын не вышел. Дочка, ну, не такая и ни к чему. То есть трагедия жизненная. И вдруг появляется молодой человек. Он влюбляется в него, как к сыну. И он влюбляется в него, как к отцу. Вот эта история, христианская история. То есть история, вот, в день, последний день страшного суда. Вот как он происходит? Вот что будет с нами? Вот что с нами? Не выкупить. Это не взятки. Это не, 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 не меня это не интересует. И не актеров не интересует. Потому что мы не можем дать. И никто нам не предлагает. И нам эта тема известная. Но нас это как-то... А вот выкупить душу, то есть все пороки. И деньгами, и мингами, щенками, неважно. Но вы как-то искупить свой грех. Как-то жизнь свою выкупить. Как-то в рай попасть. Вот это, вот это тогда серьезно. И вообще думаю, что... И Пушкин сказал, если он сказал, как по легенде Гоголю, эту историю режу, то надо вспомнить его же положение, его размышления о комедиях. Что комедия – это не смешок для зрителя. Комедия всегда завершается и должна завершаться. Трагедией. Вот что надо знать театрам, которые берутся и думать, и размышлять. А что же сегодня зрителю нужно? Что сегодня зрителю нужно? Как Эльзбета Первая Королева. Что народ мой хочет? Скажите, что он хочет? И думает, а, и все, ужас ясно. Но парамыслив, да, вот эту комедию Куини, скажем, там, драматурга, который печатает Запад, по компьютерам, по программам печатают эти пьесы. И мы ставим, кстати, если быть такими, ну, патриотами или какими-то театральным действием, не потерять традиции, не потерять нить, это точно надо запретить эти всякие Куини и так далее. Все на шоу брошенные из Запада пьесы, которые тут идут под комедиями, под хэтом. Надо запрещать. Я бы ввел цензуру бы, очень строгую. Нет. Если театр не занимается человеком, если театр не исследует причин, если театр не занимается сутью, жизнью, его надо закрыть моментально. И осталось бы, наверное, в Москве 10 театров. И это достаточно. И так и будет оно. Так и будет. Поверьте. Значит, счастье и несчастье, очень люблю фразу Хаммер Хагейня, когда он говорит, что... Счастье – это ликомысленная девушка. Она подбегает к вам, целует, тут же убегает. Да? А вот несчастье – это серьезная, степенная дама. Ей некуда торопиться, она садится у изголовья вашей кровати и начинает вязать. Это несчастье. Как и про Толстой, про беду, да? Да. Беда – это беда. Что мы привыкли к беде? Беда – нельзя. Это беда – самая большая беда. Это жизнь. Вот. И тем не менее, вы знаете, вот когда вы сказали, как вы, в общем, одаряете всех верой, собственный талант, те, кто играет этой роли, что вот любой человек, который вы играете, у него есть свой талант, мне кажется, что эта вера очень много дает, потому что она дает какие-то дополнительные соки жизни, как у вас играет няню Коновалова. Коновалова, да. И замечательно, такой бодро молодящий, но и все-таки за 90 лет, да? Да, 95. Мы отметили ее 95-летие уже. С какой энергетикой она, она действует, действует на… Да, она, она, так, почитала пьесу, значит, она такая, говорит, там написана такая, ну, такая, женщина вяжет самовар, вот так. Я говорю, ну, минута, все переменилось же, по пьесе написано, все переменилось, все изменилось в этой жизни, в этом усадьбе, все переменилось. Завтраком тогда, это все переменилось, и она переменилась, она уже в отпуске, она не нужна вообще соблюдать. И она в конце жизни поняла, что она тоже свободна, она тоже, может быть, ее немецкая кровь или французская кровь, ну, пробилась. Наверное, от французов, оставшихся здесь в России, что она такая, она такая, она бальная вдруг, вдруг бальная. Она в отпуск, в отпуску, она немка, она француженка, наверное, это кровь какая-то, природа. Но если вам рассказать про няню, ну, точно, я рассказал бы всю пьесу. То есть о каждом персонаже надо ставить отдельную пьесу. Вафля – это пьеса, это рассказ, это роман. Это и рассматриваем, и я рассматриваю, почему так, ну, репетиции не самые интересные, репетиции, потому что тут все вкладывается. Понятия культуры, понятия исследований, понятия науки, социальные, политические. Все разбираешься, и идешь ты на репетицию разобраться в этом. Никуда кто-то пошел. И когда я призвал вахтангусов не к тому, чтобы что-то сделать, чтобы это так, это так, это так, не знаю. Как Христаков пришел и вот так, это вот так, это вот так. Вот здесь, здесь, здесь. То есть, а давай человеком, забудем все, давай о человеке. А он же, ну, он, он, не характер, не конфликт, и все отмести. А он, он, как ты, как он человек же, человек. И вдруг появляется желание его дарить всеми благами, всеми качествами, человеку присущему. То есть, ну, все, все. Говорю, потом сюжет, или он сам обрубает, это становится другим. Но он, но он красив, должен быть красив. И в этом, в этом моя миссия даже. Актер пугается иногда, там, чего не знает, паникует. Я говорю, ну, что есть, я вас в неудобном положении не оставлю. То есть, чтобы, он должен всегда, актер поставлен, ну, может быть, не выйти, может, разница таланта, дарывание и так далее. Но я его не поставлю в неудобную позицию, в выигрышную поставлю позицию. Боком, спиной, там еще чем-то. Но вот эту одаренность человеческую даже, я его должен выявить. Это моя профессия. Это профессия высыкать, высыкать красоту. Это очень трудно. Они все себя, немножко актеры, врут, что они красивые. Они все некрасивые. Они все некрасивые. Какая бы не была бы женщина, там, с этого шкафа, наблюдая за них, я лучше не видел, как в детстве. Не видел и не увижу, и слава богу, наверное. Если увижу, это конец. Театру и мне. Вот не вижу и не надо. Это остается. Но высыкать это, обработать человека, обработать его красоту, выявить, это очень трудно. Ну а эта задача, это самое главное. В режиссуре, а не там трактовках, там решениях. Это ерунда. Это ерунда. И все это придумки. Я решаю, я решал трактовку. Это кто человека будет трактовать? Кто? А характер можно трактовать, там это можно. А кто человека же будет трактовать или решать? Кто? Нет. Через красоту надо решать. Через красоту. Только через красоту. Значит, настолько верить ему, человеку, и значит, любить жизнь. А значит, любить женщину. Поскольку она и есть жизнь, есть красота. Она остается и театр тоже эта женщина. Это не мужское дело иногда мне. Но режиссер, конечно, еще понятно, что он занимается своей профессией. Но как-то пожилой актер, я как-то ему сочувствую. Даже стыдно за него. Ну, как бы так, уже не надо бы уйти, уходить надо из этой профессии. Что актеру, седой, ну, уже неприлично что-то. Потому что театр — это занятие молодых. Все-таки. Театр — это молодых. И несколько дедушек, наверное, бабушек пару. Ну, и все. Вот и состав. Ну, с другой стороны, видите, Коновалова 95 лет. А это, да, правильно. Это исключение. Не знаю, с чего исключение. Думаешь, что это не только в театре, это в мире. В мире это исключение. Во всем актерском искусстве это. Я согласен насчет оттенки женщин. Я очень люблю эту самую короткую эпиграмму Бернса. Сперва мужской был создан пол, потом, окончив школу, творец вселенной перешел к прекраснейшему полу. — Значит, но вообще ваша позиция, как пробудить человека в каждом актере, мне кажется, она очень продуктивная. Мне кажется, что все режиссеры лучше свои моменты, очень хорошо ощущают это. — А вы знаете, вот я вам скажу, почему они доверяют мне, да, скажем? Ну, как-то так вышло. Не от чего-то такого-то, я что-то умею, не умею. Нет. Вот именно это. Вот эта позиция выискивает в тебе талант. Смотреться, что ты, не только ты персонаж, и ты, и каждый мне дорог. Талант, ты талантлив. Я обращаюсь к нему как гению. Талант. Я не это чувствую. Но я не без игры, без какого-то принятия, а как к Божьему створению. как-то призван от любви рожденного. Я тоже, и вы, наверное, рождены от любви, я думаю. Не из насилия, появились отец, мать любви, да. Я тоже, как бы, но этот, любви, и он же из любви вышел. Так что мы все вышли из любви, так, значит, так надо и пробираться. Кстати, вы перекликаетесь с Константином Сергеевичем, с Неславским, потому что у него же, про него кто-то очень хорошо сказал, я не помню уже, кто, но это очень верная мысль, что, когда Неславский говорил, я о предлагаемых обстоятельствах, и я о предлагаемых обстоятельствах могу играть и Отеллу, и дядю Ваню, так, можно, может показать, что как-то это он говорит какую-то ерунду, потому что, если я о предлагаемых обстоятельствах, что и в дяде Ване буду я, и в Гамлете буду я, зачем нужен какой-то там я, Вася Пупкин, когда я хочу посмотреть Гамлета. Но дело в том, что Константин Сергеевич, как и вы, он верил, что в каждом человеке есть и Гамлет, есть и дядя Ваня, и это и он, и дядя Ваня, потому что в нем это есть. В нем это есть. Ваша позиция, надо сказать, крайне симпатичная. Извините, я просто вспомню одну хорошую быль. Я забыл, на какую репетицию позвали Олега Николаевича Ефремова. Тоже надеюсь, что он подскажет там что-нибудь по трактовке. Он курил еще больше вас. Он так брачно сидел, смотрел, а там стараются. Ефремов пришел, курит, курит, репетиция кончилась, пауза. Все что он скажет? Он так поднимает голову, говорит, ну вообще-то вы не забывайте, что вы люди. По-моему, замечательно. Да, да. Что вы люди. Да, да. Скажите, а вот все-таки, конечно, это интересно, наверное, для многих, кто там слушает сейчас вас. Вы ведь в Литве были отнюдь не последний режиссер, не только в Литве. Вы там были режиссер, там, называется, прямо скажем, со своей славой и именем, там, не будем бояться слов таких пафосных, что они точно, и не только в Литве, но и в Европе. Сколько вы в Западной Европе эти спектакли поставили вообще? Ну вообще-то я не считал, ей-богу. Нет, что-то мне сказали, вот недавно фестиваль был в Петербурге, кто-то подсчитал, что якобы я сорок спектаклей делал, ужасно, так много. За границей? Нет. Вообще? А вот за границей вы же стали и Швеции, и Норвегии, и Англии. В Англии. То есть, собственности, востребованный, востребованный во всей Европе режиссер и такое положение в Литве, почему вы все-таки решились на этот, в общем, смелый шаг пойти и взять на себя этот груз? Не этот груз я брал, который я, конечно, нашел. Так. Нет. Я хотел от груза другого освободиться. От того малого театра, который я создал, который 20 лет уже был. Потому что здание нам построили. Здание. А мы без здания жили, без места, как вот в Москве, я удивляюсь. И этому, каждому актеру, каждому актеру, по театру, дали и построили такие. Я скромный, я там, 14 лет мы строились, то есть, я воевал за это место, я, но я не думал по театре, я думал, как репутационный зал, лабораторий, то есть, изучение, вот эта институция человеческой какой-то жизнь только. А потом выходить вместе с спектаклем из этого. Но не было возможности этого здания реставрировать, если статуса нет театра. То есть, не будет финансирования. и когда мой первый президент, Розавска, когда мой даже, сказал бы, смелый друг, когда он не был, был, потом опять не был, то есть, я с ним, и он сказал, будет у тебя театр через год. и сказал, нет, нет, не надо, не спешите, не спешите. Это же надо реставрировать, это надо восстановлять, это Чурлёнис, связанное с именем Чурлёниса, там же, я как раз попал в то место, где Чурлёнис рисовал, и там был театр, оказывается. Оказывается, как я сейчас живу тоже в квартире, где оказывается Вахтанговская труппа жила. То есть, все как-то мистически сводится. И открыли театр, и я понял, что это конец. Всё. Наша жизнь кончилась такая фестивальная, такая, это опять рутина, опять спектакль, репертуар. И я не мог войти в своё же здание, которое я там почти всё строил, и и не мог. Пропал дух, студийность, так говоря. Вот как, потому что, что он не мог, в своём же театре выстроил, да, выстроил, Фоменко, выстроил, а сидит там. Я выстроил, а не хочу. Вот что есть отторжение, отторжение, что-то нас отторжает. То есть становитесь слишком, слишком таким традиционным театром, академическим. Да, он попадает в такую рутину жизненную, что перед кем ты сопротивлялся всю жизнь, перед этой рутиной, а тебя, вот тебе график, вот тебе неделя, вот тебе месяц, вот тебе. Ну да, но всё-таки вы пошли академический театр. Правда, естественно, в 1921 году этот театр был третьей студией МХАТа. То есть изначально он был совершенно студийным. И первые легендарные его спектакли были такие полустудийные спектакли, может быть, поэтому их свежесть при всём мастерстве там в Ахтанговской. Но сейчас-то он уже давно академический. Нет, да. Кстати, почему вы решились в Ахтанговский театр пойти? Потому что он умер, Ахтангов. расстреляли Мерхольда. А вы можете представить, что если бы они продолжили бы, и Станиславский дал бы, и не этот сострелизм, ну, то есть, не эта вся, какой бы сегодня был бы русский театр? Сегодня. Если Вахтангов дожил бы, если Мерхольда дожил бы, если оно у них значит, нагрянул этот реализм, потом социализм, так сколько надо было десятилетий, чтобы опять появился бы там, скажем, было, конечно, там, Якимов, и так далее, но Эфрос, Товстоногов, Мальчаров, Любимов, сколько надо было пройти, какая зона была мертвая, какая была такая пустынна, вот что уничтожается в памяти, что убивается, и что бы было бы, вот меня побудила его ранняя смерть, Вахтангова, его жалко стало, и только услышалось, праздник, 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 а я давно про праздник думаю, что это трагический праздник, конечно, в жизни, это абсурдный, может быть, праздник, неважно, но праздник, и Ульянов с такими праздничными глазами шил, в глазах у него праздник был, который жаждал, конечно, и он когда-то протянул мне руку, так с темноты вышел, протянул, как привидение, я не разобрал, темно было в кабинете, он так обнял меня, вы мне нужны, 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 да, 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 спасибо, ну, ну, там, банкет ждал, то есть, такие, казаков, там, так далее, у Ульянов как-то так, да, да, спасибо, только ее стол все-таки, ну, потом вернулся, он как-то, мы так подружились, не знаю, я почувствую, он, не знаю, но я его просто полюбил, он, поскольку я отца говорил вам, отца сложный, я очень глубоко похоронил отца, зима была, никто не соглашался ни за какие деньги выкупать могилу, ну, вот и все, а тут и мы все братья, три, с кирками, там, с эти, ломами, начали это, толпать эту землю, а все дальше, все легче, все легче, и так выкопали глубоко, такую могилу глубокую, ну, как-то не остановились мы, но видно, видно, его хотели мы глубже за всю жизнь со то, что он бил мать, со что-то он, да, нас любил, но это ласка, когда баня, он мыл меня головой, я не мог терпеть его палецов, его руки, его, а когда мать мыла мои ноги, это была поэзия, это была вечность, это ощущение вечное, блюдце, знаете, в кухне, мыла мои ноги, маленькие пальчики, это что-то опять, и в баню ходили, я уже мальчик, мыл он мне в голову, я терпел, его, знаете, и мы похоронили, он был сложный, я не могу простить за мать, и мы его очень глубоко похоронили, а сейчас, знаете, хочется поднять его, поднять, и я хотел сделать современники с гафтом пляска смерти, чтобы его отца чуть поднять к земле, к воздуху, к... То есть автокапитан, да? Да, ну, у нас не сложилось это, не сложилось этот спектакль, но вот, чтобы его отца поднять чуть-чуть, на уровень хотя бы, вот это еще осталось, еще осталось этой темой. И Михаил Александрович какой-то мере вам, в общем, как, что-то отцовское вы в нем почувствовали, такого, настоящего. он, он, он как-то проникся, я тоже, то есть, он так христиан, я тоже, сомневаясь, в наших сомнениях, в наших недовериях, в наших опасениях мы сошлись, не в вере во что-то, а он спрашивал, вот скажите, я, ну, играл, мы на героях, а что сегодня? Кто сегодня герой? Сегодня не знаю, ей-богу, не знаю, кто сегодня герой. Мы выросли на героях, мы воспитаны на героях, мы играли, неважно, какая система была, но мы как актеры, как, я не знаю, не знаю. Только потом подумал, он же и был героем, сам Ульянов был героем, который страдал от этого, кто сегодня герой? Он пережил эту перестройку, этот распад, он же был, он есть, он сам себя не мог назвать, но я его потом назвал, он и есть герой, он, он, этого времени стал героем, не зная об этом ничего себе, я в его память, и потому он был таким, таким, таким человеком честным, таким вот человеком, и потому я не позволяю ни себе, ни театру, а вот этой честности, честности, потому, арбузов, рощин, розов, благодарны все, при всей такой жизни нашей там какая была честная драматургия, честная, жалостная, вот жалость мы сказали вначале, вот это и есть жалость к человеку, жалость маленького, большого, неважно, но вот честность, вот чего и нету сегодня, а честность в небесах очень взгляд не надо писать об окурках, брошенных плевках, по земле идти и расписывать вот, вот непорядок, вот грязь, вот это, ну это вы, я знаю, и мы можем написать это слегка, это не назовется не объектом искусства, не тем более драматургии, а вот поднять глаза в небо и там найти жизнь этих человек, а это сложно, это это, а небо и все, небо и все, а вот. Кремль, чтобы вас бесконечно не эксплуатировать, а все-таки еще один вопрос задам, мы уже вспомнили 21-й год, когда третья студия Московского художественного театра превратится в тот театр, который сейчас называется театром имени Вахтангова, значит, вот сейчас 90 лет, как вы готовитесь к гибелию на этом, ну, я как-то пришел и распустил худсовет, то есть не специально, а просто натурально он уже, и, конечно, я думал создать другой, или там, но так и по сей день ничего не сделал, но на юбилей я как-то к обещанию какой-то придал разных снов, разных поколений, ну, и каждую неделю должны были встречаться, первая встреча была чуть ли не до драки дошло, кто с теми что делать, вторая встреча была уже умеренная, третья и четвертая уже кто ничего не знал и что же делать, но я понимал, что одно, что такой пьесы не найдешь, как заградника, там, скажем, чтобы все заняты были, наши калифеи, да, да, повторять ее бессмысленно, потому что это гениальный быспектакль, я преклоняюсь к этому, я не повторять не могу, когда это еще, слава богу, ну, способно, способен поклониться, то есть признать и поклониться, если это единонасыщаяся, искусство, если наша память есть, не надо, не надо ее трогать, и она, она для будущих поколений, и вот только праздников в России, столько праздников, начиная, там, 20 лет певцу какому-то, там, и этому, и этому, и театрам, и все это воспоминания, истории, с чего началась эта театр, ушедший люди, нет, нет, думаю, это все одно и то же, не могу, это же наше, и это очень просто было бы, да, выслать всем приглашение, всем театрам, вам выступление пять минут, удается, там, кусочки сцены, и все, я бы сидел с этушем, с плановым, и яковлением в цветах, и кивал бы, и сидел бы на сцене, и все, нет, нет, не потому что, а потому что саму суть, значит, мы актеры, мы театр, наше дело же делать, открыл сознание, мы сыграли, опустился, и все, вот это праздник, праздник памяти, не праздник того, что было, а что есть, то есть, то, что есть, у нас в памяти существует, она есть, мы же принесли и вынесли сегодняшний день на сцену, то есть, она жива здесь, на месте, и все играют то, что не играли никогда в жизни, никаких воспоминаний, никаких повторов в пьесах, они разбирались в новых, Дюрин Матти, в Гоголе, в Шекспире, и все, они всю пьесу проходили, они сыграли всю пьесу, но останется там 20 минут, 25 фрагмент, но это, это вокзал, это, но тут разница, вот в чем, это существенно, вот вокзал, или пристань, или вокзал, здание какое-то, и тут же возникает, да, тут киоск, тут какие-то полицейские ходят, тут шашвабры это, тут пассажиры или какие-то такие ходят, вот думают, вот, вот массовая сцена, все, весь театр занят, все, все, вот массовые сцены, это не тот вокзал, это не та пристань, пристань угрюмая, пристань опасная, пристань решающая судьбы человека, кто-то убегает, кто-то приезжает, кто-то уходит, кто-то мигрирует, кто-то в еночестве, пустой он, угрюмый, безжалостный, иногда теплый, то есть, это, это, это пассажиры, мы, мы, мы люди такие, ну вот, приехали, ушли, уехали, пришли, приехали, ушли, то есть, место, где не живут, не живут, место, где нельзя жить, только прийти или уйти, попрощаться, либо встретиться, либо встретиться с смертью, не обязательно с любовью, но привыкать к смерти надо, с смертью встречаться надо, ее надо, даже любовницей себе сделать, смерть, ну что, все в жизни, опять же, про женщин, все изменчиво, нет любви, как и счастье, но от понимания, что она есть, как у Чехова, что есть счастье, существует, не важно, что она мне не коснулась, меня, вас, прошло, я же не забру ее, не потребую комнату, и не потребую, отдай счастье, ты же мне говорил, будь счастлив, будь счастлив, с детства нам обещают, счастье, отсюда-то и войны, отсюда-то и все беды, потому что обещали, а несчастный, а народ несчастный, надо воевать за счастье, за какую-то, якобы, свободу, счастье, а оно, если любовь есть, ну, хорошо, изменили, прошли, но она есть, от этого надо быть счастливым, что она есть, и счастье, и любовь, от этого становится хорошо жить, потому что оно есть, не важно, что она меня обошла, это, это так, она нечаянно меня пропустила, не заметила она меня, ну, другой раз, может быть, я в очередь стану, может, замечу, чем-то высунусь, скажу, это я, это я, ну, говорит, ну, да, ладно, и ты будь счастлив, тогда стану, а сейчас, нет, нет, спокойно, будет, главное, должны быть счастливы, дать, отдать, это понятие счастья, которых нет, которые мы не видим, которые были когда-то, вот, им вернуть это счастье, чеховским персонажем, им, наша поколения, им возвратить, и сказать, что мы слышим тебя, мы слышим тебя, мы возвращаем, спасибо тебе, и мы возвращаем, он услышит или нет, не знает, но хотя бы этот посыл, он дорогого стоит, а чтобы посыл сделать, я говорю, опять же, надо быть очень честным, и больше ничего, честным, и как вы начали, жалостным. Может быть, будем не закончить на грустной ноте, я вспомню один, очень забавный кусок, была какая-то замечательная пародия, Зиновия Попернова, на роман Чаковского, такой, кандово-советский роман, секретарь обкома, и в этой, очень злой, но очень смешной пародии, там, внук спрашивает, деда, секретаря обкома, дедушка, а был ли 37-й год? Секретарь обкома говорит, нет, говорит, мучок, не было, но будет, может быть, еще любовь, тоже будет, так что, все может быть, как, вы упомянули, твору, суру, я, не могу, не могу не сказать, что, я, как бы, преклоняюсь, не крошусь, я не считаю себя, даже, даже на какой-то ступеньке, с этим сравнением, это гений, я должен это признать, сказать, и без, а тут, в России, было-то, поначалу, что я ей кому-то рожаю, это ерунда, я очень его люблю, это нечто, это сам, мы дружны, дружили, и, и что у нас только не было, юности, я хочу сказать, что, ну, вот, его жалость к жизни, к жизни, к миру, я человека жалею, а он мир жалеет, вот он мир жалеет, вот он способен весь мир жалеть, а я только человека, то есть, как, чтобы завершить эту, вот, как у Чайки, да, вот, Тургенев и Тригорин, Тригорин хороший представитель, но Тригорин, Тургенев лучше, да, будем, будем объективны, и не будем использовать московскую территорию, для меня, а всегда она будет открыта, для Некрошица, и для меня, чуть-чуть. Я никогда не буду умалять достоинств Некрошица, которую я люблю, чту, но не надо сравнивать, там, Тригорина и Тургенева, я скорее по вашей аналогии могу сказать, как, как Бальзак говорил про Стендаля, вы пишете портрет, а я фрески, так что один, один просто вот так человек сам по себе, другой мир, каждому, каждому свое, как было написано на концлагере, каждому свое, с каждым свое, правильно. Спасибо вам огромное, я думаю, что, хотя вы не любите себя называть там творцом, художником, но я думаю, что если телезрители послушают разговор, прежде всего ваш, ваш текст, то они лучше познакомятся и с Туминусом художником, и с Туминусом человеком, так что спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.